Всех приветствую на канале Муравьи Ярославль. Сегодня у нас распаковочка. Смотрите, тут была ошибка на почте. Вместо первой буквы моей фамилии, вместо Галани, написали Каланин. Там с этим будут большие проблемы. Я об этом чуть-чуть попозже расскажу в течение этого видео. Вот такой у меня ножик, потому что нормально я себе так и не купил, а ножницы потерялись где-то. Вот. Заказывал я маточек вагусов, 10 штучек. Вот. Но мне почему-то пришел к Xiaomi. Да, никогда такого не видел. Вот. Ну, ладно. Будем тогда на телефон распаковку делать. Шутка, конечно. Вот. Ну, понятно, что у продавца просто не было нормальной коробки. Вот. Плохо то, что здесь у него они были в очень плохом состоянии. Потому что, на самом деле, он был евреем. И почему, я расскажу попозже. Смотрите. Так. Распаковка. Вот они. Так. О, мне очень... Маленькие очень шприцы. Смотрите. Так. Вот. Какая-то емкость. Так. Оп. Здесь, похоже, мертвая. Вот там вот. Ну-ка, подожди. Я, кажется, вижу. Так. Это живая. Это живой вагус. Так. Это хорошо. Маточка тащит, кстати, нам даже расплод. Вот это тоже у нас живая. Шприцы маленькие на 5 миллилитров. Сейчас расскажу поподробнее, что там была за проблема. Опа. Вот это вот мертвая. Да. В таком... Вармикарии, если это, конечно, можно так сказать... Мертвый вагус. Амм... Да. Мертвая маточка. Это печально. Это очень печально. Да. Ехали они мне чуть больше недели. Вот. Оп. Здесь живая. Это хорошо. Живая-то хорошо. Они маленькие. Мы их обязательно переселим в пробирки большие. У-у-у-у-у. А вот это мертвая еще одна. Да. Вот это живая. С остальными, надеюсь, все хорошо. Мы обязательно пересадим их в пробирки на 20... Фу, на 200 миллилитров. И большие. Им там будет очень комфортно. И в них также... И в этих пробирках... Они будут у меня продаваться в группе ВК. Закреплены комментарии. Смотрите. Там очень интересно. так теперь к этим ёмкостям переходим вот она здесь мертвая нам печально такая вата тоже блин интересно странно то есть нам ну-ка следующая посмотрим у следующая вижу тоже мертвую смотрите капец уже 4 мат кстати продавец положил 11 хотя я покупал 10 но все равно блин недосдача получилась такая это очень нехорошо ой да о том что шприцы а то что они были в таких шприцах я знал и да я надеялся что они все-таки выживут и надеялся что продавец хотя бы немного побольше воды туда нальет ну и вроде как вагусы древоточцы но вот так вот ну и кстати надо заметить у них очень интересный фармикарий да очень новейшая к разработка я вам скажу интересная конструкция сотрите значит здесь такая штука здесь гипсом это вообще мне кажется что-то из нас он спер короче это новейшая разработка особенно вот это выемка внутри это прям а вот эта дырка вообще это наверное должна была быть камера увлажнение но похоже такой инновационный фармикарий что в нем даже сделали дырку для того чтобы вода уходила давно это все конечно шутка и мы него нафиг такой не нужен ну оставим может быть и как-нибудь его использую в общем такое себе вот эта маточка она была очень вялая видно было то что ей не хватало воды я вот я пересадил вот в двадцатую пробирку она сразу начала пить но кстати спойлер она отошла с не было все хорошо она даже отложила яйца ну вот так вот они плохо перенесли пересылку а теперь давайте расскажу о проблеме значит вот он поставщик никому не советую у него его зовут кирилл сделал ему не вернее отрицательный отзыв почему сейчас расскажу ну и вот тупо можете почитать нашу переписку я ему сообщил он попросил распаковку распаковка смысла не было он как бы такой типа я ни при чем ну типа очень даже удобно получилось я обычно отзывы не заставляю либо вот такой хороший мне продавцу и моего любимого продавцу либо этой гниди значит ну и давайте перейдем к истории смотрите заказывал я у него 10 маточек и получилось так что фамилию он ошибся с фамилией и типа он ни при чем ни при чем типа это на почте ошиблись хотя он я его попросил написать заявление он написал но только уже после приезда посылки соответственно им просто не хватило воды и как бы ну я ненавижу таких людей которые блин вот причем переписки он написал даже то что типа извините что он не предложил гарантию и все остальное в общем типичный еврей вот ненавижу таких людей на самом деле хотя гарантию например он мне даже не предложил то есть я бы согласился если что в общем никому не советую и все кто будет заказывать на обязательно просите гарантию пусть будет какая-то копеечка но все равно это лучше и блин вот мне поразило то что там он написал блин ну нет ну серьезно нельзя было шприцов покрупнее купить типа на 20 миллилитров они стоят всего лишь каких-то я не знаю 25 рублей в аптеке а эти на 5 миллилитров они сообщи еще написал то что шприцы достаточно дорого вышли но ненавижу таких людей на самом деле в общем давайте квагусов все-таки у нас разбор они критика того урода смотрите в августе очень классные они мне очень нравится я всем дал личиночку жука знахаря капельку сиропа сахарного и они на следующий день уже все отложили пакетик яиц они очень классные древо точится обязательно посадим их большую ферму и они мне прямо нравится вот вагусов я прямо очень сильно хотел и теперь у меня получается 7 маточек в августов 6 из которых пойдут на продажу закрепленном комментарии ссылочка на группу вот но в принципе я наверное все об этом особо ну то есть особо наверное про вагусов не стоит ничего рассказывать так как о них и так в принципе все давно 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 рассказали единственное то что смотрите размер какой огромный сравню вот это пиццу это матка пиццу в компонос пиццу считается по моему самые маленькие из компоносов в россии как минимум точно очень интересная примерно где-то в два раза меньше или даже в два с половиной раза меньше вагусов а вот сейчас а вот это вот маточка друзья жнецов мессер структор вот она она то она примерно такая же как пиццу вот то есть вы можете видеть размеры вагусов я опять же давно хотел они очень интересные очень крутые большие вот самое интересное то что они большие такие блестящие волосатые у них такое брюшка желтовато волосатый такой вот очень интересно солдаты вообще гигантские них ежало но вообще единственный минус они впадают зимовку на 4 месяца но это принципе не страшно так смотрите что мы сейчас делаем с мертвыми матками ими кстати очень обрадуются жнецы да мы закинем эти четыре мертвые маточки жнецам они их очень любят и кстати они из их съели только на четвертый день они для них достаточно большие и питательные особенно в много белка вы посмотрите с каким они удовольствием тут же накинулись вагусы да и вообще любой белок и матки и нематки вообще любые жучки им кидаю они их собирают если мертвые хоть живые они их очень любят вот недавно например закинул муху они ее благополучно все съели вот ну вот и все ставьте лайки подписывайтесь на канал